Мангастау заработная плата госслужащих увеличилась в 2,5 раза. Ранее главный специалист на селе зарабатывал 89 тысяч тенге в месяц, ну а сейчас получает 166 тысяч. Зарплата главного специалиста областного уровня составляет 235 тысяч. Это повысило интерес в госслужбе. Например, в прошлом году два кандидата были выдвинуты на одно место, ну а в этом году 16. Такой результат благодаря новой системе начисления заработной платы, основанной на факторах и баллах. Все подробности у моих коллег далее. Ринат Шамуханов работает на государственной службе уже 5 лет. Сейчас он главный специалист в сельской администрации. С прошлой зарплатой многое не мог себе позволить, а с повышением оплаты труда уже планируют завести семью. Это большая помощь для нас, потому что на 67 тысяч тенге можно только прожить, но наличные расходы не хватало. А сейчас я получаю 163 тысяч тенге. Мне хватает и на жизнь, и на досуг. С увеличением зарплаты также выросла и ответственность, контроль за качеством проделанной работы. От нас ждут высоких больших результатов. После увеличения заработной платы спрос также увеличивается. Конкуренция выросла. В результате повысилось качество предоставляемых населению услуг. В прошлом году показатель составлял 500 тысяч. В этом году цифра достигла 2 миллионов. Жалобы и нарекания сократились в 4 раза. Мангстау является первым регионом, который внедрил новую систему оплаты труда. Из местного бюджета было выделено 2,4 миллиарда тенге, а экспериментальный проект был запущен в начале года. В результате оптимизирована работа на всех уровнях. Произошла смена 24 руководителей. Изучая дублирующие функции, мы сократили 84 штата, которые работали в качестве вспомогательных единиц. В результате мы экономим до 50 миллионов. Благодаря оптимизации экономятся средства, повышается качество услуг, результаты работы. На данный момент в регионе насчитывается 1285 госслужащих. У каждого из них есть персональный план. Один раз в год бонус выплачивается специалисту, который завершил свою работу по плану. Новая система формирования и начисления заработной платы в первую очередь привела к тому, что сократились коррупционные риски. Наше ведомство, в свою очередь, продолжает активную профилактическую работу по снижению уровня коррупции, соблюдению госслужащими этических норм. Можно сказать, что риски коррупции значительно снизились. В будущем социальные условия государственных служащих будут находиться также в центре внимания. Особенно вопросы обеспечения жильем. Руслан Агаев, Фархашатхам, Каспиакпарат. Руслан Агаев, Фархашатхам, Каспиакпарат. Руслан Агаев, Фархашатхам. Продолжение следует...